Мы добились главного. Нас построили, спустили автобус, и мы счастливы и довольны. Довольны и благодарят главу городского округа Пушкинский Максима Красноцветова, жители в прошлом проблемного жилого комплекса «Пушкарь». Застройщик не справился с обязанностями, и строительство затянулось. Благодаря действиям властей, все дольщики получили заветные ключи от своих квартир. Мы все благодарны губернатору за принятое волевое решение, за то, что были найдены деньги, за то, что вошли в программу. Мы благодарны многим должностным лицам, в том числе и депутату Государственной Думы, который лично здесь участвовал, Сергей Александрович Пахомов, и многим-многим-многим другим людям, кто приложил руку к завершению этой истории. История со строительством и выдачей ключей завершилась благополучно, но вопросы благоустройства еще остаются. Уже завершили строительство тротуара вдоль региональной дороги, смонтировали освещение, организовали маршрут для общественного транспорта. Сейчас глава вместе с замами и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом обсуждают с жителями другие насущные вопросы. Среди них строительство шумозащитного экрана вдоль прилегающей дороги. С этим мы, безусловно, выйдем к правительству Московской области и к баланс-содержателю данной автомобильной дороги с просьбой. Но перед этим мы должны провести общее собрание собственников и, собственно говоря, узнать общее мнение людей, которые здесь проживают. Также остаются обещания, нереализованные самим застройщиком. Например, строительство павильона для канализационной, насосной станции и вопросы по некоторым элементам дорожного покрытия. Последняя тема сегодняшней встречи – это передача основных средств на баланс ресурсоснабжающих предприятий. В этой связи администрация занимается, и в ближайшее время из казны все эти основные средства будут переданы на баланс ресурсоснабжающим предприятиям, которые, в свою очередь, возьмут это все в обслуживание. По факту сейчас обслуживание происходит, но вот этот момент переходный, он немножко затянулся. Наверное, для этого, в том числе, мы сегодня, собственно говоря, и встречаемся. А вот к новоселью уже готовятся жители дома на улице Краснофлотской в Красноармейске. Выдача ключей от новых квартир уже началась. Сюда переедет 281 семья из 19 аварийных домов. Это более 620 человек. Иван Чинаев, Олег Устинов, Мария Головачева. Новости Большого округа.